Здравствуйте, уважаемые зрители, компания Печной Мир. Рады приветствовать вас на нашем портале. Я, Александр Кутузов, хочу вам сейчас рассказать о том, что мы внедряем новый вид обработки кирпича, называется окатыш. Ну, вид деятельности, галтовка. Галтованный кирпич, вот мы попробовали обработать ладуденский кирпич, который называется арбиджил. Значит, окатанный он выглядит вот так, очень красиво. Не окатанный, не окатанный. Ну, выглядит вот так. Вот он заводской, заводской. Ничего такого в нем красивого нету, да? То есть, страшненький на вид. Он даже и в массиве, если мы его положим, он все равно страшненький на вид. Значит, вот он такой. Где обожженный, где пережженный, где недожженный, разные, да? То есть, когда мы его вот так обработали, создали корочку закала и лицевую грань частично, да? То есть, получился вот такой равномерно красиво состаренный, немножко пористый, немножко разноцветный. Но вполне прилично смотрящийся кирпич. Из него можно делать очень красивые вещи. Дальше мы вам покажем портал банный, который мы из него собрали. Значит, это покрыли лаком. Смотрится очень замечательно. Очень изящно, очень красиво. Таким образом, можно делать даже из простого кирпича, который очень недорогой. Очень красивые вещи. Следующим этапом мы попробовали закатать витебский кирпич. Ну вот, вот витебский кирпич, который М200. Он менее пористый, да? Чем у Ламудэнских. Нету явного пережога, да? То есть, он, наверное, зернистый. Вот вы видите, зернышки каолиновые, да? То есть, когда от каолиновые глины спеки. То есть, которые есть, кварцевые зерна, да? Значит, составим. То есть, песок добавляют кварцевые. Вот они, кварцевые зернышки. Витебский кирпич, он очень равномерно мелкозернистый, плотный и крепкий. То есть, трудно в обработке. Но его тоже мы вот откатали. Это вот радиусный кирпич лежит на грязи, то есть, за 8-й радиус, 60-й. Так, он и выглядит вот так вот. То есть, тоже вполне приемлемо. Состаренный вид. Значит, если его вкладку вот так положить, то есть, можно делать очень красивые, интересные полочки. Фигурки из него собирать. То есть, вот он, Витебский кирпич. Тоже, видите, пережег. Начал только формироваться. Но температура 900-950 градусов была достигнута. И потом на этом процесс обжига остановлен. То есть, вот корочка закала, видите, да? 7 миллиметров сформированная по всему периметру. После того, как кирпич начали быстро остужать, закаляется, да? То есть, цвет немножко поменялся, у него осветлился. Это корочка закала. Здесь с арбиджилла, когда мы делали, мы эту корочку закала частично снимали, да? Чтобы пережоги вывезли наружу. То есть, таким образом получилось разноцветные, да? У нас кирпичики интересные. Ну, в середине вот это лежит кирово-чапецкий кирпич. Кирово-чапецкий, вот коричневый шоколад. Значит, а это вот с арбиджилл. Витебский кирпич, он более однородный. Более мелкозерный, если, да, вот в срезе. И однородный. То есть, пористость у него минимальное. Влагопоглощение тоже минимальное. То есть, достаточно крепкий кирпич. И очень хорошо держит на себе, ну, другие приклеенные камни. Значит, и полировку, и тяжелый керамогранит. Ну, чтобы не делать, не заморачиваться с отделкой кирпичей, после того, как вот из витебского кирпича сделали, его нужно просто вот таким образом обработать. В срезе даже вот эти вот более темные пятнышки, да? Чуть-чуть, чуть-чуть пережженные. Они смотрятся очень даже интересно. Вот, смотрите, тоже, да? И так практически в каждом кирпиче можно увидеть. То есть, вот более пережженные пятна, да? Чуть-чуть. Серединка более темная. Когда мы это все окатали, вот это выглядит, ну, то есть, игра цвета, игра цвета в массиве, она создает определенный такой особый колорит. То есть, сразу видно, что это сделано из настоящего камня, что это натуральное, что это не пластмассовое, не искусственное, не панели стеновые из полиуретана, а настоящий кирпич. Его приятно гладить. Он такой вот, как темза, такой немножко шершавый. Но он зашлифованный, приятно очень на ощупь. А под лаком, под лаком, он будет, ну, еще более гладкий, будет легко умыться, убираться, протираться тряпочкой. То есть, и будет восковый блеск. В следующем видео мы вам покажем, как он будет выглядеть залакированный. То есть, как выглядит в готовом виде. То есть, в следующем видео оставайтесь с нами. Будет интересно. До свидания.